Сейчас мы видим, как патронажная служба палеоактивной помощи областной клинической больницы собирается на выезд к пациенту. В контейнерах обезболивающие, противосудорожные, сердечные, противоотечные препараты, перевязочный материал. Выезжаем на дом, осматриваем больного. Если необходимо, то проводим назначение обезболивающей терапии. И проводим психологическую поддержку с больным и осуществляем уход. Учим родственников и пациентов этому уходу. Обеспечение безопасного пространства в квартире. Основной тягостный симптом – это болевая терапия. То есть мы назначаем терапию и постоянно проводим ее коррекцию. Палеоактивную поддержку сегодня можно получить в стационаре амбулаторно в кабинете палеоактивной помощи. На дому и не только. Амбулаторная сеть – это в городской поликлинике кабинет палеоактивной помощи и выездная патронажная служба. И еще у нас есть кабинет на базе областной онкодиспансера и отделение палеоактивной помощи на базе Рыбновской районной больницы. Врачи говорят, что в Рязанской области сейчас развивается и формируется система оказания палеоактивной помощи. Пока, правда, работает одна бригада выездной патронажной службы. В этом году планируется открытие еще трех выездных патронажных служб, трех кабинетов на базе областных учреждений. Это на базе четвертой поликлиники на базе второй и на базе одиннадцатой больницы. И в пяти межмуниципальных центрах. Надо отметить, что с 2011 года палеоактивная помощь выделена в отдельный вид медицинской помощи. Она предназначена и взрослым пациентам, и детям. С этого года активно внедряется респираторная поддержка палеоактивных пациентов на дому. Область закупила дорогостоящие оборудования, аппараты искусственной вентиляции легких. И больные, которые требуют именно респираторной поддержки на дому, они ее в настоящее время получают. То есть во всех лечебных учреждениях есть данные аппараты. И если необходимо, то больному это проводится. Палеоактивная помощь улучшает качество жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Важно отметить, что врач палеоактивной медицинской помощи вместе с другими специалистами составляет такую тактику лечения, чтобы облегчить не только физическое, но и эмоциональное состояние пациента. Олеся Котровская, Даниил Пилипенко, телекомпания «Город».